День республики отмечают в Казахстане. Этот праздник олицетворяет суверенитет нашего государства. Он означает, что Казахстан самодостаточная и независимая страна, которая сама контролирует свою внутреннюю и внешнюю политику. А защищают это право не только политики, но и военнослужащие. Пограничные войска, охраняющие рубежи государства, офицеры, которые командуют армией и рядовые солдаты. О них мы и поговорим в этом выпуске. В эфире программа «Честь имею». Погнали! Лето 2024 года. В Мангистауской области можно наблюдать скопление военной авиации, боевых кораблей и солдат. На побережье Казбия проходят, пожалуй, самые масштабные учения последних лет. Берлестек. Участие принимают военнослужащие пяти стран. Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Задействованы тысячи человек и сотни единиц техники. По сценарию учений на нашу страну напали террористы. Они хотят захватить территорию и установить халифат. Союзническая армия позволить этого не может. Противника бомбят из суши и с воздуха. Параллельно объединенные силы наступают с моря. Боевые корабли Казахстана и Азербайджана под прикрытием вертолета высаживают на сушу десант. Важную миссию выполняют разведчики. Они вычисляют позиции террористов, после чего точечно накрывают их огнем. Так общими усилиями врага удается оттеснить. Они в том, что ты. Я в тухарь принял. То, что учения подобного масштаба организовали в нашей стране, говорит об уровне дипломатии. За годы независимости Казахстан наладил хорошие отношения со всеми тюркоязычными государствами. Не только на политическом, но и военном уровне. Совместное учение казахстанских и узбекистанских летчиков – еще один пример. Кроме выполнения совместных поставленных задач, основное усилие было уделено вопросам взаимодействий. Данные учения АСПАН продемонстрировали высокий уровень обученности летных экипажей, расчетов, ПВО. Процесс совершенственной боевой подготовки идет постоянно. К слову о дипломатии. Казахстан выполняет миротворческие миссии сразу в нескольких странах. Взять хотя бы голландские высоты. Это спорная территория между Израилем и Сирией. Периодически здесь происходят перестрелки. Миссия миротворцев – урегулировать конфликт. Всего здесь служат 139 казахстанцев. Среди них штабные офицеры, военнослужащие специальных подразделений, наблюдатели, врачи. Эта командировка для них особенная. Ведь страна впервые получила мандат на самостоятельную миротворческую миссию. То есть работают голубые каски из Казахстана не под флагами ООН или других государств, а под своим собственным. Контингент выполняет следующие задачи. Это патрулирование, усиление блокпостов военных наблюдателей, эвакуация раненых, эвакуация персонала ООН, обезвреживание взрывоопасных предметов, оказание медицинской помощи и, конечно же, охрана миротворческой базы. Наши миротворцы обеспечиваются всем необходимым. Сухопутные войска не только осуществляют миротворческую деятельность, но и являются основной ударной силой казахстанской армии. Это несмотря на стремительное развитие других видов вооруженных сил. В состав сухопутных войск входят разные подразделения, в том числе мотострелковые, танковые, ракетные и артиллерия. Способы ведения войны постоянно меняются, поэтому армия не стоит на месте. Развивается в первую очередь образовательная программа офицеров. Но обучение лишь полдела. Чтобы стать специалистом высокого класса, военнослужащему нужно пройти специальные курсы. Чтобы молодым лейтенантам, придя в войска, было легче адаптироваться в этом плане, все эти изменения, то есть были проведены эти курсы, где они все это дело наглядно показали. Можно сказать, практически все это попробовали. Для проведения подобных курсов были привлечены опытные специалисты, не только преподавательский состав, но именно свойств, которые уже непосредственно занимаются этими вопросами в плане подготовки, обучения. То есть они наглядно. Также у нас на постоянную поставлена система совершенствования. Переобучение проходят и резервисты. Профессиональными военными эти люди не являются. В армии они уже отслужили и живут теперь на гражданке. Но недавно в стране объявили военные сборы. Им снова пришлось надеть обмундирование и взяться за оружие. Данные офицеры предназначены для органов управления. В случае необходимости они будут по мобилизации призываться и выполнять такие же задачи по предназначению, как мы в мирное время. Но не исключено, что их применение может быть использовано в интересах службы, в органах управления. Тактическая зона – это бригадный уровень. Ну и, думаю, батальонах. Офицеры освежают память, проходят начальную военную и строевую подготовку. Обучают их по 11 военным специальностям. Главное управление тыла, управление вооружением, РХБЗ, инженерные войска, связь и ОСУ, воспитательная идеологическая работа, топография, оперативное управление, ну и другие. Всего обучаются по группам, разделены они на 11 военных учетных специальностей. Постепенно продолжается процесс перевооружения. В этом году вооруженные силы получили больше 500 единиц новой техники. Еще 50 единиц были отремонтированы. Новое вооружение ожидают и в силах воздушной обороны. Летчики в ближайшее время получат современные истребители и военно-транспортный самолет большой грузоподъемности А-400М. Противоядерный катер поступит на вооружение военно-морских сил. Развивается учебная материальная база боевой подготовки. К концу года ожидаем еще 50 тренажеров. Освоили ремонт полигонного оборудования. Это нам дало сэкономить в год около 300 миллионов тенге. Срочная служба – еще один важный этап формирования боеспособной армии. Вот, например, войска противовоздушной обороны. Семь дней в неделю солдаты контролируют воздушное пространство над нашей страной. Их задача – обнаружить и обезвредить непрошенных гостей в воздухе. Конкретно эта воинская часть охраняет воздушное пространство над столицей. Вооружение тут передовое. Техника у нас предназначена для обнаружения воздушных объектов. Все, что в радиусе у нас 300 километров именно для этой станции вокруг Астаны у нас летает. Данная техника, она все это локационно видит. Солдаты несут в бою дежурство, обнаруживают эти самолеты и докладывают уже нам на пункт управления. Силы ПВО, ко всему прочему, одни из самых высокотехнологичных. Радары, спутники, передвижные ракетные комплексы – все в боевой готовности. Военнослужащие тут сидят за пультами управления, следят за обстановкой в небе. Работать с техникой призывных солдат начинают учить сразу после прохождения курса молодого бойца и принятия присяги. В течение месяца я их обучаю служить на данном образце техники. Полностью солдаты сами самостоятельно заступают на боевое дежурство. Получается, вот здесь сейчас включился дизельный агрегат. Он у нас предназначен санкция, сама работает независимо в любом месте. Солдаты полностью сами умеют запускать ее, работать на ней, выгласно точно несут боевое дежурство. Полностью на этой технике мы показываем, как включать, как обслуживать ее, как вести в себя данные ситуации, как выглядят цели на индикаторе. Все это они видят, уже распознают после месяца, знают, как действовать и докладывают там на пункт управления. А еще в армию с каждым годом призывают все больше срочников. И чтобы повысить привлекательность службы, в Министерстве обороны инициировали ряд программ. В том числе разработали закон, который позволяет военнослужащим получить грант на поступление в ВУЗ. Продолжается реализация инициатива Министерства обороны по предоставлению кредитных канюкл банками второго уровня на период прохождения срочной воинской службы. Автоматизирован процесс приписки призывников к своим участкам без посещения военкоматов. Экономия в этом составит более 1 миллиарда тенге ежегодно. Все это в совокупности и продвигает нашу армию в глобальном рейтинге. По данным аналитиков Global Firepower, вооруженные силы Казахстана, сегодня самые мощные в Центрально-Азиатском регионе. Наши ближайшие соседи Узбекистан и Кыргызстан заняли 65-е и 100-е места. На второй строчке расположилась Россия, лидер рейтинга США. Россия, лидер рейтинга США.